Модель и первая вице-мисс России 2014 года Анастасия Решетова рассталась с Тимоти осенью прошлого года, почти сразу после рождения сына Радмира. Пара была вместе 6 лет, и после расставания Анастасия долго хранила молчание об истинных причинах развода. Но на днях брюнетка решилась рассказать правду об отношениях с рэпером и выпустила фильм-интервью под названием «Монолог». Но почему девушка решилась откровенно рассказать про отношения с Тимоти именно сейчас? Известно, что у модели появился новый мужчина. Но кто он? Из видео вы узнаете, почему Анастасия Решетова решилась на откровение. Правда ли, что модель беременна от нового избранника? А ее падение в обморок на съемках шоу «Топ модель по-русски» вовсе не пиар, а один из признаков беременности. Почему Анастасия надела хиджаб? И правда ли, что брюнетка сменила религию из-за нового мужчины и совсем скоро выходит замуж? Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Ну а мы начинаем. В последнее время об Анастасии Решетовой ходит много слухов. Судя по социальным сетям девушки, вскоре после расставания с Тимуром Юнусовым, за ней стал ухаживать состоятельный мужчина и буквально осыпать девушку дорогими подарками. Анастасия стала размещать в Инстаграм огромные букеты цветов. Сначала поклонники посчитали, что цветы от ее бывшего Тимоти. И даже предположили, что расставание звездной пары было пиар-ходом для раскрутки как Тимоти, который недавно покинул Блэк Стар и ушел в одиночное плавание, так и самой Анастасии. Многим показалось странным, что сразу после расставания Тимур Юнусов стал новым холостяком на ТНТ, а Анастасия на этом же канале стала главной ведущей шоу «Топ-модель по-русски». К тому же после расставания пару видели на отдыхе в Дубае вместе с Ратмиром и друзьями Тимоти. На вопросы подписчиков, воссоединится ли семья после проекта «Холостяк», Анастасия Решетова отвечала, что ее сын будет расти без отца, давая понять, что между бывшими возлюбленными все кончено. Спустя время Настя все чаще стала размещать у себя в Инстаграм посты на религиозные темы, поздравлять всех мусульман со священным праздником Рамадан, соблюдать пост, носить паранжу и не есть свинину. Подписчикам показалось это странным. Все походило на то, что Анастасия сильно увлеклась новой религией не на пустом месте, а из-за мужчины. Позже и вовсе появились слухи, что Анастасия даже сменила имя и стала Аминой. В сети стали появляться слухи о том, с кем же на самом деле встречается звездная брюнетка. Сначала появилась информация, что мужчина – бизнесмен из Казахстана с чеченскими корнями. Он женат, содержит свою семью и новую возлюбленную Анастасию. Якобы он подарил модели коттедж на Рублевке, сразу после ее официального расставания с Тимоти. Затем модели приписали более влиятельного мужчину – племянника Рамзана Кадырова, 24-летнего Хамзата Кадырова, который в настоящее время занимает пост министра спорта Чеченской Республики. Мужчина также состоит в браке. Писали, что пара вместе с конца прошлого года и что именно Хамзат задаривал Настю двухметровыми букетами роз. На слухи о предполагаемых женихах Настя ответила у себя в Инстаграм буря негодования, несколько прояснив ситуацию. То, что девушка в отношениях она отрицать не стала, написав, что ее новый ухажер живет в Европе, что мешает им с Настей иметь полноценные отношения. Анастасия дала понять, что ее избранник не состоит в браке, ведь, по словам девушки, с женатыми мужчинами она никогда не будет встречаться. После появились слухи о том, что новым избранником является очень состоятельный мужчина родом из Чечни, который сейчас действительно живет в Европе. Ему 45 лет, официально он не в браке, но у него есть два сына. Пока Анастасия Решетова скрывает имя своего нового возлюбленного. А недавно в сети появились фотографии Анастасии с округлившимся животом. Поклонники сразу предположили, что модель беременна. Действительно, на фото видно, что фигура модели сильно изменилась. Все сразу вспомнили, как брюнетка упала в обморок на съемках шоу «Топ модель по-русски». А ведь обмороки во время беременности чаще могут случаться на ранних сроках. Так что вполне возможно, что Анастасия все-таки беременна и скоро станет мамой во второй раз. В своем интервью звездная брюнетка подчеркнула, что всегда хотела быть мамой. «Во мне очень много любви, и я хочу дарить ее своему ребенку», – поделилась Анастасия. На вопрос, почему же все-таки они расстались с Тимоти, Решетова намекнула на измены, но не рассказала подробностей. Девушка искренне верила в любовь и хотела прожить с Тимуром до конца жизни. «Но в 2020 году отношения резко испортились. Было столько боли, предательства повторялись. Я оказалась наивной дурой. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему. Я перестала бояться. Было ощущение, как будто я ушла от отца». С отцом у Анастасии были непростые отношения. Папа Настя был военным, и она жила словно в армии. В детстве Анастасия тяжело переживала уход мамы из семьи. Она и сестра остались на попечении отца. Девушка боялась опоздать домой даже на минуту, боялась разозлить отца и сделать что-то не так. Все ее детство и юность прошли под тотальным контролем. Настя думала, что отношения с Тимоти будут иными, и они смогут построить счастливую семью. Но в итоге отношения с ним стали напоминать отношения с отцом. Тимоти часто делал замечания Насте по поводу ее внешности и поступков. Разорвав отношения с Тимоти, Решетова испытала облегчение, ведь она избавилась от тотального контроля музыканта. Цитата. Несмотря ни на что, Анастасия Решетова благодарит рэпера за то, что он закалил ее характер и сделал сильной женщиной. Также девушка вспомнила, что после родов ей не хватало внимания, заботы и ласки со стороны любимого. А новость об участии Тимоти в шоу «Холостяк» стала для нее просто шоком и окончательной точкой невозврата. Анастасия рассказала трогательную историю о том, как маленький Ратмир, увидев папу с другими девушками по телевизору, недоумевающе посмотрел на маму. Именно эта реакция сына до глубины души тронула Решетова, которая в тот момент стала обидна за сына. Девушка подчеркнула, что отношения с рэпером дали ей возможность понять, как важно быть независимой от мужчин и иметь собственное дело. Девушка похвасталась, что к 25 годам у нее несколько бизнес-проектов, которые стабильно приносят ей доход. Брюнетка подчеркнула, что именно на свои собственные деньги она купила себе недвижимость, а также что попала на шоу «Топ-модель по-русски» не по блату, а пройдя серьезный кастинг. После расставания с Тимати у Анастасии начался новый период. И пока Тимати выбирает себе невесту в шоу «Холостяк», Анастасия проводит время с новым возлюбленным. Впрочем, шоу «Холостяк» всего лишь шоу, и многие абсолютно уверены в том, что главной женщиной в жизни Тимати была и останется только мама. Совсем недавно Тимати сделал татуировку с именем Симона у себя на руке, а ведь ни Алена Шишкова, ни Анастасия Решетова не были удостоены такой чести. В последнее время Анастасия все чаще посещает Дубай. Девушка щедро делится с подписчиками фотографиями из поездки. Анастасия носит хиджаб и посещает святые места. Помимо этого, девушка хвастается дорогими украшениями. Недавно на руке Анастасии появились часы за 16 миллионов. Сына Ратмира Анастасия оставила в Москве и в настоящее время общается с мальчиком только по видеосвязи. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Москву! Анастасия